Сегодня свой юбилей отметит легенда современной Формулы 1 Фернандо Алонсо Диас, гонщик из Авьеда, двукратный чемпион мира серии Формулы 1 2005 и 2006 года, трехкратный вице-чемпион в 2010, 2012 и 2013 году, бронзовый призер сезона 2007 года, когда они с Силюсом Хэмилтон набрали по 109 очков, а опередил их Кимми Райканен всего лишь на 1 балл. Также в багаже Алонсо есть чемпионство по автогонкам на выносливость, и он является двукратным победителем гонки 24 часа Лимана. И для того, чтобы сложить пазл легендарной тройной короны автоспорта, которая есть только у Грэма Хилла, Фернандо Алонсо осталось выиграть одну гонку, это 500 миль Индианаполиса в серии Индикар. Уже две попытки были в 2017-2019 году. В первом случае подвел мотор Хонда, а во втором случае неконкурентноспособность команды. Еще одна гонка, которая в активе у Алонсо, это победа в 24 часах Дайтона в 2019 году. Но разве в этих всех титулах и достижениях является интерес наш Калонсо? Да нет, сколько копьев сломано в интернет-баталиях о его скверном характере. Сколько поклонников Формулы 1 люто его ненавидят, а сколько обожают. Вот за это мы любим Фернандо, за прекрасные мемы, за прекрасные радиопереговоры, за то, что он настоящий лидер, за то, что никогда не сдается, за то, что всегда стремится к победам. И его возвращение, конечно, мало надежды на это. Но в любом случае в этом сезоне он уже обрел форму и в принципе стал лидером Альпин. Хотя по началу сезона Акон, казалось бы, перехватил инициативу. Но не тут-то было. Алонсо взял на себя нож у лидера команды. А как мы знаем, старый конь Алонсо борозды не испортит. Теперь же кратко пройдемся по страницам легендарной карьеры Фернандо. Начал Алонсо свою карьеру, естественно, с картинга. И среди чемпионата юниоров в чемпионате Испании завоевал 4 титула с 1993 по 1996 год. А на следующий год Алонсо выиграл национальные серии Интер-А и завоевал вице-чемпионство в международной серии. В 1998 году Алонсо выступал в мировой серии Ниссан. Уже во второй гонке одержал победу. И в конце этого сезона стал чемпионом. Чем привлек внимание боссов Формулы-1. Далее были успешные тесты за Минарди в 2000 году. А в 2001 году Фернандо Алонсо был перейден из тест-пилота в боевого в составе команды Минарди. Конечно, на такой технике, которую можно отождествить современным Хасом, Алонсо не набрал очков в том сезоне. Но был на голову сильнее своих напарников и в квалификациях и гонках. Тарсу Маркиша и Алекса Йонга. Его успехи были замечены в то время Флавио Бриатори, директором новой заводской команды Рено F1, которая была преемником Бенеттона. И, соответственно, Алонсо сел на скамейку запасных в 2002 году в команде Рено. Тест-пилотом. И далее началось восхождение к вершине команды Рено с 2003 года. Алонсо стал основным пилотом в команде Рено F1. Вместо ушедшего в бар Джемсона Баттона. В тот год он завевал пол позишен в Малайзии. Был вторым на Гран-при Испании. А на Гран-при Венгрии одержал свою первую победу. И вот некое дежавю, потому что тогда Алонсо одержал свою первую победу. А сейчас юбилей у него в канун Гран-при Венгрии. Что достаточно интересное совпадение. Но в тот год были и не только успехи, а еще была ужасная авария на Гран-при Бразилии. Где после аварии Марка Уэббера Алонсо не снизил скорость. На полном ходу врезался покрышку от разбитой машины Марка Уэббера. Таким образом машина Алонсо влетела в отбойник. Потом врезалась в противоположную стену. Несмотря на то, что Фернандо был третьим. На подиум ему не удалось подняться. Потому что его отправили в госпиталь с сотрясением мозга. В 2004 году Фернандо Алонсо не одержал побед. Но там было тотальное доминирование Михаэля Шумахера и Рубенса Баррикела в чемпионате. И Алонсо по итогам того чемпионата завоевал четвертое место. А вот чемпионство началось с 2005 года. Где главным его оппонентом в борьбе за титул стал гонщик Макларен Кимми Райканен. Который выиграл столько же гонок. Но испанец за счет своей стабильности стал чемпионом. Наконец-то после долгого доминирования Феррари. Наверное еще более долгое доминирование Мерседеса. Мы тоже все устали. Даже наверное поклонники Льюиса. Однако Фернандо Алонсо в конце 2005 года ошарашил всех новостью. Что в 2007 году он будет выступать за команду Макларен. Хотя весь сезон 2006 года был еще впереди. Но это не помешало ему выиграть второй чемпионский титул. И подтвердить свою форму. И в принципе подтвердить свой класс чемпионата. Обыграл он уже на этот раз Никиме Райканена. А легендарного красного барона Михаэля Шумахера. В последней гонке у Михаэля были призрачные шансы на титул. Но Алонсо умело воспользовался ситуацией в Японии. Когда на последних кругах предыдущего гран-при у лидирующего Михаэля Шумахера сгорел мотор. И одержать победу в чемпионате для Алонсо оказалось делом техники. Ну и все вы помните конечно же легендарный чемпионат 2007 года без Михаэля Шумахера. Но борьба за титул там была ого-го. Мало того что еще Масса можно сказать претендовал на титул большую часть сезона. Но мы вспомним все шпионский скандал. И 100 миллионов которые Макларену потом присудили. Лишили всех очков в кубке конструкторов. Также мы помним как Алонсо в Венгрии не пропустил Льюиса Хэмилтона на последнюю попытку в квалификации. В общем там было много всяких таких вот мелочей. Задним умом думая не сделай Алонсо той какой-то глупости например или свяжи свои нервы в кулак он бы смог взять титул. Но к сожалению эмоциями поддавался потому что весь сезон был тяжелым. Он приходил в статусе фаворита. Принес единичку на нос Макларена. Однако же Рон Деннис в своей политике был непреклонен. Что оба пилота у него пользовались одинаковой поддержкой. А Льюиса Хэмилтона он вырастил можно сказать 10 лет. Как итог третье место в чемпионате и один балл уступили Киме Райканину они в дуэте с Льюисом Хэмилтоном. Далее было возвращение Рено. Есть скандальная победа в Сингапуре 2008 года. Хотя в Японии он также одержал победу. Но та победа как считают многие хейтеры испортила Алонсо Карму. За что он расплачивается и по сей день. В 2009 году машина в принципе скажем так провалилась. Там был вообще непонятный чемпионат потому что брауны были на коне. А карьера в Феррари началась в 2010 году когда Киме Райканину в Феррари заплатили неустойку дабы взять испанца вместо него. На что Киме в принципе и согласился. Поэтому Фернандо Алонсо занял место в кокпите Киме Райканину на сезон 2010 года. И в принципе боролся до последней гонки за чемпионский титул. Но скорее всего в Абу-Даби Фернандо подвели стратеги. Потому что отбивая атаку от Марка Уэббера они не учли что трасса не обгонная. И Себастьян Феттель сможет удерживаться на ней долго. И таким образом Фернандо потеряет много. А Феттель удастся победить. И знаменитый кулак Фернандо Алонсо в адрес нашего пилота Виталия Петрова думаю многие помнят. 11-й год был не особо удачным. Фернандо взял 4-е место в чемпионате. А вот в 12-м году он опять же боролся до самого конца. И проиграл в итоге какие-то считанные очки Себастьяну Феттулю. И то Феттулю повезло что у него машина не сломалась после разворота на Гран-при Бразилии. Поэтому здесь было очень интересно. Но опять не в пользу Фернандо. С другой стороны многие в паддоке уверяли друг друга. Что Фернандо на самом деле сейчас наиболее сильнейший пилот современности. И многие об этом говорили. И так или иначе отмечали безусловный талант Фернандо. Особенно показательной была гонка в Валенсии. Где он выиграл с 11-го места. В 13-м году он занял по итогам второе место. Однако же был далеко от Феттеля. И одержал свою последнюю победу в карьере. 32-ю на домашнем Гран-при Испании. В 14-м году была смена регламента. Где началась эпоха доминирования моторов Мерседес и команды Мерседес. А Феррари болталась в середине Пелетона и Фернандо Алонсо. Хоть и попал на пару подиумов. Но толку от этого не было. Он принял судьбоносное решение перейти в Макларен. А Макларен конечно ужаснул с 15-го года. И он в принципе пребывание там Алонсо все эти 4 года. Может быть за хорошую зарплату. Но казались мучения. В принципе один из лучших пилотов современности прозябал на задворках чемпионата. После чего и решил перейти в другие серии. Для того чтобы реализовать свои давние мечты. Ну а 8 июля 2020 года в команде Рено объявили о возвращении Фернандо Алонсо. Которую ребрендировали в 2021 году как команда Альпин F1. И таким образом Фернандо Алонсо питает надежды на 2022 год. Что его команда сможет бороться за титул. Но пока что в этом сезоне даже намеков на подиумы нет. Поэтому мы желаем Фернандо для того чтобы он в этом году заскочил все-таки на подиум. А в будущем году у него была достойная техника для того чтобы он смог бороться за этот титул. Спасибо всем за внимание. Если понравилось ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. И еще раз Фернандо с днем рождения. Надеюсь ты порадуешь нас в будущем. Своими ярчайшими выступлениями еще не один сезон. Субтитры сделал DimaTorzok